Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Господин Родионов, вас с удовольствием приветствуем. Да, добрый вечер. О чем мы сегодня будем говорить? Я в последние годы подозрительно часто слушаю от моих пациентов о том, что есть некие секретные обряды, ритуалы и практики, которые могут влиять на нашу реальность. Что есть некий набор символических действий, которые надо исполнить, и жизнь твоя изменится к лучшему. Есть некие загадочные аффирмации, которые надо повторять. И это влияет на все, начиная от здоровья и заканчивая отношениями с противоположным полом, возрастанием шансов на удачный брак и тому подобные вещи. То есть, нужно совершить определенные, часто бессмысленные действия для того, чтобы что-то получилось. Для человека, который его совершает, но бессмысленным он точно не является. Он уверен в том, что он наполнен смыслом. Но, грубо говоря, это именно символическое действие. Обычно для того, чтобы повлиять на окружающую действительность, нужно совершить некое действие, некую работу. Как-то напрямую повлиять на происходящее. А что происходит, когда мы уверены, что на происходящее может повлиять некая мистическая, магическая техника? Ну, например, с чего начнем? Все знают простейшую историю о куклах Вуду. Проткни иглой. Да. Смотришь куклу, назовешь именем своего врага и начнешь тыкать в нее иголкой. Ты своего врага или убьешь, или серьезно навредишь и испорчишь ему здоровье, жизнь и так далее. Все мы знаем о сглазе, порче. Привороте. Привороте, венце безбрачия, заклинание на смерть и еще много-много таких же полезных и интересных фактов. Так вот, что это такое? У всего этого есть определенное название, и оно придумано давным-давно, и придумано оно не психиатрами, не психотерапевтами. Называется это магическое мышление. То есть, человек верит в магию. Можно так сказать? Можно. Человек верит, что неким волшебным, символическим образом может поменять реальность. Что в сказках происходит? Признеси заветное слово, заклинание. Сим-сим откройся. Да, взмахни волшебной палочкой и тому подобные вещи. И это поменяет к лучшему твою жизнь. Это отгонит тебя врагов, это позволит тебе всех победить, позволит тебе завоевать тех, о ком ты давно мечтаешь, о любимой женщине, о любимом мужчине, что угодно. Но в сказках обычно есть мораль, и обычно мы наблюдаем, что человеческое преобладает над магическим. Но в конечном итоге добрый герой побеждает злого волшебника именно за счет человеческих качеств. Человечности. Но при этом он не брезгует принять некую магическую помощь от различных положительных персонажей. От говорящих животных, от добрых колдунь и старушек или еще от кого-нибудь. Ну, это как дополнительные инструменты в борьбе со злом, допустим. Где берет начало понятие магического мышления? Ну, мы, наверное, сразу назовем два, как минимум, источника, где оно присутствует. Первое – это, естественно, примитивные народы. Первобытные народы. Все слово «примитивные» сейчас могут и сожрать живет. Это не политкорректно. Да. Но на самом деле слово «примитивные» – это заблуждение, что оно имеет отрицательные коннотации. Есть в живописи примитивизм. Есть картины Перасмани, есть картины Анри Руссо. Там тоже есть некий примитивизм, который совершенно не снижает их ценности. Есть, в конце концов, обнаруженные в пещерах наскальные рисунки и росписки. Это, кстати, тоже имеет отношение, как выйти к магическому мышлению. Попозже к этому вернемся. Так вот, первое – это, естественно, примитивные народы. Народы первобытные, народы из далекой-далекой древности. Или те, которые сейчас живут в схожих условиях или по схожим законам. В чем оно проявляется? Первобытный человек был уверен, что, произнеся некое слово, заветное или волшебное, он фактически при определенных условиях способен воплотить в жизнь любое свое желание. То есть, обеспечить себе удачу на охоте, победу в войне, победить в плохую погоду и тому подобные вещи. То есть, это была на свое искренняя вера. Почему до сих пор люди в разных народностях до сих пор верят в заклинания шаманов, которые могут призвать, а могут и прогнать плохую погоду. Кстати, вспомним, что в бурные 90-е, когда у нас просто неимоверно активизировались различные экстрасенсы, были публичные сеансы разгона туч и облаков и тому подобные вещи. Да, я помню одного такого экстрасенса по фамилии Игнатенко. Он как раз вышел разгонять тучу, я наблюдал за этим. И туча, к сожалению, для Игнатенко никуда не исчезла. Но, видимо, в этот момент что-то пошло не так, сказал Игнатенко, и, в общем-то... Не те заклинания. Собрал аудиторию, получил за это деньги и уехал дальше. Так что все хорошо было. Что и было настоящей результатом магии. Да. А никакая не туча. Просто в этот момент что-то пошло не так. Так было можно. Вторая группа людей, которым свойственно магическое мышление, это те люди, которые регулярно упоминают. Это маленькие дети. То, что мы с вами неоднократно упоминали, в определенном своем младенческом возрасте у ребенка есть иллюзия своего всемогущества. По некоторым теориям, как она возникает, ребенок не в состоянии оценить на ранних этапах, где результаты его действий, а где результаты действия окружающих. Допустим, ребенку холодно, он плачет, его берет на руки мамы, согревает, а у него ощущение, что это его собственное тепло. У него нет, конечно, у него согрело, это его тепло. Он хочет есть, мама его корняет, он насыщается, это тоже ощущение, что вот у него возникла потребность и желание, оно немедленно удовлетворено. То есть, какое-то время мы все живем в блаженном заблуждении о том, что мы как боги, мы всемогущие. То есть, достаточно заплакать для того, чтобы проблема была решена. Да, как ни странно, вот здесь маленький ребенок находится в состоянии торжественного состояния первобытного человека, который с помощью неких заклинаний пытается изменить мир вокруг себя и искренне верит, что это благодаря его заклинаниям. Но это ведь еще и связано с отсутствием знания, потому что ни маленький ребенок, ни первобытный человек не понимали, как происходят все или иные процессы. Например, мы можем взять гром и молнию, почему появился Зевс и как бог, метающий молнии, потому что просто тогда не знали физику. Религия – это тоже проявление магического мышления. И до сих пор законно существующие, и молитвы, которые многим помогают. Есть такой интересный эксперимент, который был проведен, не имеющий отношения к религии, в каком-то гольф-клубе взяли некое количество игроков, им выдавали мячики для гольфа, но некоторые давали, говорят, что это простые мячики, а некоторые, что это особый мячик, это удачливый мячик, это мячик, который всем приносит счастье. – Освещенный, если говорить. – Он не освещен, он всем приносит, он такой вот, не знаю, на молли, да как хотите, он всем приносит удачу. И как выяснилось, люди, которые наносили удары хорошими мячиками, удачевыми мячиками, их результаты были лучше. – Потому что у них появлялась уверенность в себе. – Правильно. – То есть это психология. – Это прибавляло им веры. Это прибавляло им доверие к своим действиям, доверие к самим себе. – Но это можно объяснить ещё и с физиологической точки зрения, скажем, более уверенный удар по мячу, который вселяет уверенность. И, соответственно, это может отражаться и на результате. – Когда у тебя нет сомнений, когда ощущаешь некую помощь сверхъестественных сил, то, естественно, ты чувствуешь, что у тебя всё получается. – А если не получается? – Если не получается, мало веры. Или, может, в этот раз не повезло, но на самом деле это всё равно работает. – То есть можно объяснить? – Всегда можно объяснить. Особенно если хочется объяснить и сохранить веру в чудеса. Ну, чудеса, как мы знаем, это тоже привилегия религии. Чудесное исцеление, чудесная помощь, чудодействие, святые чудотворцы и тому подобные события. Шутки шутки, гольф гольфом, но не зря на протяжении веков армия пришла проживаться в бой, посещала не молебен. То или иной веры, но обязательно посещала. Рыцари очень любили вкладывать в рукояти своих мечей эти частицы святых мощей. И были уверены, что эти мощи дают им удар, дают защищённость и так далее. Но это, опять же, всё-таки психология. Психология толпы, возможно, которая верит, что, имея в своём рационе вот этот элемент мощей, скажем так, она защищена в том числе некой внешней силой. И с таким ощущением легче идти в бой, допустим. И, наверное, же церемонт помогало. И оно только не помогает тогда, когда твой противник заведомо превосходит тебя. В конце 19-20 века, по-моему, в Китае было большое восстание, где восставшим их призвали на борьбу с белыми дьяволами, завоевателями. И им раздавали специальные талисманы и давали специальные обряды, которые должны были защитить их, сделать неуязвимыми от огнестрельного оружия. То есть они кидались в бой с мечами на вооружённых винтовками людей, искренне веруя, что пуля им не повредит. Как выяснилось при подавлении этого восстания, что всё-таки у магического мышления и его действия есть свои пределы. Ну, никто не жаловится, учитывая, я могу предположить. Где мы сталкиваемся с магическим мышлением в повседневности? Я сейчас говорю не о религии, не о церкви, не о вере, не о молитвах. Ну, например, мы все сейчас любим эту навязшуюся фразу «мысль материальна». То есть если ты подумал, твоя мысль обязательно может призвать на тебя несчастье, если ты плохо думаешь о себе, или подумать о несчастье недорогих людей. Или наоборот, твоя мысль, если ты думаешь позитивно, нынче очень модное это выражение, позитивное мышление, думаешь позитивно, ты можешь добиться чего хочешь. В массе тренингов, книжек звучит «Вселенная». Вступите в контакт с Вселенной. Вселенная услышит ваши мысли, если они будут достаточно сильны и позитивны, и пошлёт вам удачу. То есть, в общем-то, как ни странно, люди 21 века размышляют на уровне язычников тысячелетней давности, или ещё глубже, больше глубине веков. И тем не менее это работает. Вы заметите, как много людей в наше время оперируют всеми этими вещами. Но эти мысли, вот эти самоубеждения в том, что мысль материальна, ведь может в какой-то степени стать стимулом для того, чтобы делать что-то, и таким образом заручиться неким утверждением этого определения? Я думаю, что здесь есть большая разница между магическим мышлением и позитивным мышлением. Это часто путают. Магическое мышление, мы тоже говорили, что это такое. Когда люди говорят, что думай позитивно, и всё у тебя получится, на самом деле это подмена понятия. Позитивное мышление может повлиять на нас самих, или позитивное мышление и отношение к людям вокруг себя может поменять их отношение к тебе. Но даже самая позитивная мысль не несёт магического заряда и не приносит желаемого результата сама по себе. — То есть, это попытка некий настроить тебя на такой хороший лад. — Да, да. — На мажорный лад. Меня, кстати, пугает эта история с навязыванием позитивного мышления, потому что очень часто оно исключает сомнения. Человек ведь не просто так грустит, у него не просто так бывают сомнения, рефлексии и так далее. Позитивное мышление в том виде, в котором его сейчас преподносят, как раз пытается избавить человека от всех этих чувств, ощущений. Я думаю, здесь, ну, смотрите, его преподносят в каком виде? Преподносят его на загадочных семинарах и тренингах. — Коучи. — Я с коучами дела не имел, но это преподносят на тренингах. Думай позитивно, всего тебе получится. Это просто в книжках. — В самом деле, основной, как писал Пелевин, основной результат семинара по НЛП — это доход ведущего семинара по НЛП. Значит, все прошло удачно. — Да. — Да. Поэтому мне кажется, что позитивное мышление может быть полезным, только когда из него удалена мистика, ритуалы и ощущение, что Вселенная внимательно вслушивается в твои пожелания. — Мы поговорим об этом сразу после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник Мартов. — Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. Говорим мы сегодня о магическом мышлении. — Давайте поговорим о том, каким образом магическое мышление имеет отношение к психиатрии, к психотерапии вообще, к человеческим отношениям с разными патологическими явлениями. Ну, во-первых, самая простая вещь, которая приходит мне на ум, где просто цветет магическое мышление, это азартные игры. — Иллюзия? Уход в другой мир? — Нет, что иллюзия – это понятно. Иллюзия – это те, кто развивает себя в чудо, наверное. Иллюзия – это те, кто развивает зависимость. Обычно люди, более-менее адекватно это понимаешь, не приходят пощекотать нервы. Они понимают, что шанс на выигрыш невелик, но выигрыш значительно превышает изначальную ставку, то есть не приходят именно, что называется, проверить удачу, но далеко по этому пути они не заходят. Если вы будете иметь дело с зависимым игроком, вы видите магическое мышление во всём его цвете. Например, отношения с игральным автоматом. — Доверительные. — Они не доверительные, они как с живым существом. Он дал мне в этот раз, или он не дал. Его можно ругать, его можно пинать. — Он был в плохом настроении. — Да. Есть какие-то многочисленные приметы, по которым эти игроки устанавливали для себя благополучный день, правильный аппарат, размеры ставки, и ещё множество всего. То есть, уж если люди начинают искать себе источник дохода и источник морального удовлетворения в столь ненадёжные вещи, как азартные игры, если бы они были честны с собой, они бы сказали себе, я, скорее всего, проиграю, для этого всё и построено, но я пощекочу себе нервы. Или если я чуть-чуть выиграю, возьму эти деньги и уйду, значит, мне крупно повезло. Но нет же, люди начинают выстраивать систему. Ну, вы же знаете, вечная история, люди, пытающиеся обмануть казино и выстроить встроенные системы, как выигрывать рулетку, как выигрывать... — Какой день, в какой час, в какой группе и так далее. — Кто что может. Кто-то надевает специальную счастливую одежду или берёт специальную счастливую ручку или ещё что-нибудь. На звонок? — Да. Примем его. Здравствуйте, как вас зовут? — Добрый вечер. — Здравствуйте, Варис. — Вы знаете, вот вы говорите про автоматы, там их можно ругать, пинать, одевать там чистую одежду. А мне это напомнило отношение дикарей к идолам, которые, если плохо, они этого идола пинали, забрасывали экскрементами. А когда хорошо, наоборот, клали мясо около него, смазали губы жиром, так чем тогда мы отличаемся от этих дикарей? Спасибо. — Спасибо. А тем, с чего мы и начали. В общем-то, магическое мышление не сильно изменилось с тех пор. Как только мы уходим за рамки реальности, мы начинаем мыслить магически и искать помощь и ответы у неких высших сил. Как хотите, назовите. Вселенной, теория вероятности, как угодно. Как угодно. — То есть, игральный автомат в данном случае выступает в роли идола, как вот сказал наш радиослушатель? — Ну, я думаю, владельцы игральных залов негативно отнесутся к попытке кидать в автомат экскрементами. — Скорее всего, выведут игрока за пределы игрального. — Выведут. Ну, есть, правда, игроки, которые теряют всякий контроль, начинают пинать и разрушать эти аппараты, и им приходится их оплачивать, естественно. — Ну, азарт негрит, чем дальше, человек? — Еще звонок? — Да, много звонков у нас сегодня. Здравствуйте, как вас зовут? — Алло. — Да, добрый день. — Добрый день. — Да, скажите, вот не побоитесь ли вы откровенно... — Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник, мы слышим эхо. — Я его выкручиваю сейчас. — Да, слушаем вас. — Не кажется ли вам, что вера в Бога – это тоже типовой пример магического мышления? — Спасибо вам. — Я уже об этом и сказал, что религия тоже образец магического мышления. — Я точно не намерен заниматься примитивным материализмом и клеймить религию и утверждать, что Бог нет или Бога есть, или Бог есть или Бога нет. Но да, религия, религиозное мышление – это магическое мышление, оно не основывается на научных фактах, оно основывается на вере. Оно основывается на вере, оно основывается на каких-то ритуалах и обрядах, но религия обычно-таки несколько более глубокая история, в ней тоже каждый черпает на тот уровень, на котором хочет зачерпнуть. — На ваш взгляд, всё-таки не является ли главным составляющим магического мышления вера в чудо? — Это не просто вера в чудо, чудо – тоже магия. Магическое мышление… — Нужен какой-то подарок для того, чтобы… какой-то пач с релью для того, чтобы это работала система. — Магическое мышление – это способ воздействия на окружающую реальность с помощью символов, символов для ритуалов. Вот, кстати, мы упоминали в начале передачи на скальные росписи в пещерах, которые находят там бегущие буйволы, оленя. Раньше считали, что это просто первобытные люди зарисовывали то, что они видели. Позднее, изучив эти росписи, пришли к выводу, что это имело ритуальный характер, что рисуя этих животных на рисунках, протыкая их копьями и стрелами, первобытные люди были уверены, что таким образом они добывают себе удачную охоту. Что эти животные будут просто некими высшими силами вынуждены пасть жертвой на этой охоте. И, кстати, что происходило всегда и сейчас у северных народов. Убивая какое-нибудь животное, у него просили прощения, чтобы дух его не пришел мстить. И плохо это или хорошо, наивно или нет, но, насколько я понял, отношение северных народов с уважением к добыче, к животному, в итоге было очень экологично. Оно позволяло не убивать лишнее, оно позволяло не истреблять природу. Так что магическое мышление не всегда идет во вред. Ну, это и прививка против жестокости в какой-то степени, потому что уважая свою жертву и убивая, скажем, животное не ради забавы, а ради пропитания – это совсем другая история. Вторая часть, где нам очевидно магическое мышление, там, правда, носит негативный характер – это неоднократно нами обсуждавшееся обсессивно-компульсивное расстройство. То есть, что происходит? У людей появляются навязчивые мысли. Они могут быть плохими мыслями, могут быть мыслями о болезни, о смерти кого-то из близких людей. Ипохондрия относится? Нет, нет, это ипохондрия – это о себе. О себе, да. Это тоже навязчивое состояние. Навязчивое. И у людей появляется страх, у людей появляется вера, что когда они порождают эти мысли, они таким образом ставят под угрозу жизни других людей. То есть, мысль материальная, мы возвращаемся к этому. Да, да. И тогда идет следующая часть обсессивно-компульсивного расстройства – появляются ритуалы. То есть, человек, когда у него появляются дурные мысли, должен исполнить некий ритуал. А ритуал может самый разнообразный. Не знаю, три раза повернуться на одной ноге, сделать столько-то шагов, прикоснуться к чему-то. Беда в том, что эти ритуалы становятся все больше, что мысли навязчиво не отступают. Ритуалы прибавляют в количестве, в длительности. Но они приносят временное облегчение, эти ритуалы? На то время, пока они исполняются, да. То есть, человек, пока их делает, искренне верит, что спасают близких от беды. Но беда в том, что эти ритуалы начинают занимать все больше времени. Я знал людей, которых просто, чтобы выйти из дома, нужно было часа полтора-два. Не исполнив все ритуалы, они просто не могли покинуть свой дом, потому что были убеждены, что их близкие пострадают. И какой-то своей часть не понимали, что это нелепо. Они понимали, что это не работает. Но, тем не менее. То есть, это иррациональная история? Конечно, иррациональная. Конечно, иррациональная. Но, тем не менее, эта история очень древняя. И эти истории повторяются снова и снова. И люди страдали и будут страдать этим расстройством, навязчивыми мыслями, навязчивыми действиями. Обычно посещают, как мы уже говорили, очень тревожных людей, которые начинают… Их тревога порождает ощущение угрозы, проистекающей от их же мыслей и действий. И эти ритуалы должны их от собственной тревоги защитить. Они ее только усугубляют. Поэтому это бесконечный заколдованный круг, который можно разомкнуть только с помощью достаточно серьезного лечения. Магическое мышление можно назвать рациональным состоянием? Или какие-то рациональные моменты в нем тоже присутствуют? То есть, человек ведь мыслит рационально, но допускает все-таки в своей голове и вот этот элемент. Если человек верит в то, что его действия… Для глубоко верующего человека сила молитвы неоспорима. И для него молиться вполне рационально. Более того, уже несколько раз проводились исследования состояния мозга людей во время медитации, во время молитв. Потому, что искренняя молитва действует крайне благотворно. То есть, это терапия в какой-то степени? Своего рода, да. Своего рода, да. С другой стороны, ведь есть такое наблюдение, это не исследование о том, что во время, когда самолет терпит происшествие, то, в общем-то, и Святой Отец, и просто мирянин, они, в общем, ведут себя примерно одинаково. Они оба боятся умереть. Хотя, казалось бы, один с Богом, а второй, может быть, нет. Они оба боятся. Хотя я понимаю, что разница в том, что глубоко верующий человек примерно представляет или верит, что ждет его по ту сторону. Человек неверующий, мне кажется, до последнего момента ему страшно, что же его там ждет. То есть, неизвестность является самым пугающим моментом. Разумеется. Где еще проявляется наше магическое мышление? Помимо всего, о чем мы говорили, это же искусство, в том числе. На звонок. Да, примем звонок. Здравствуйте, как зовут? Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вот я задам очень интересный вопрос, и это ничего не придумано, и никакое там, знаете, вот как вы говорите, что сами придумают. В детстве, да, ну я выросла в сельской местности, и вот иногда мама меня взяла где-то, ну какой-то, скажем, куда-то там на рынок там местный или куда-то, или еще на какое-то мероприятие. И вот стоило только, ну там встречались там мамины какие-то подруги или что, и вот стоило только посмотреть на меня вот так, больше посмотреть, ну как там, ну вот там типа твоя доченька. Я сразу менялась в лицо, буквально, мама говорит, буквально темное лицо, и у меня сильные, начали сильные головные боли и дорвоты. И это было неоднократно, и просто мама потом меня уже никуда не брала. А вот в семье там и сестра, и брат был, с ними ничего такого не было. Вот что это такое, можете объяснить? Спасибо. Спасибо вам. Я, конечно, предполагаю, что есть сугубо материалистическое объяснение. Все дети рождаются разными. Даже братья и сестры. Разные условия беременности, разные характеры. Есть на свете дети болезненно застенчивые, все эти дети, которые пугают с любого внимания и прячутся. Есть дети, у которых любой стресс, любое волнение может вызвать головные боли, даже головокружение и рвоту и тому подобные вещи. Я думаю, что, конечно, я бы здесь мистики никакой искать не стал. Где проявляется еще магическое мышление об искусстве? Об искусстве. Ну, давайте посмотрим, чем мы увлекаемся. Есть гигантский пласт искусства, мистические фильмы, фильмы ужасов и тому подобные вещи. Магический реализм Габриэля Гарсиа Маркеса. И это тоже. Целый жанр. И это тоже. Потому что читать хорошо написанные книги магического реализма, это намного веселее и интереснее, чем сухая документальная проза. Это более одиночество. Это документальная проза, которая позавидует любое художественное произведение. Почему люди так любят... Фантастика, что много фэнтис-сказки для взрослых. Почему люди, взрослые, взахлеб смотрят фильм про Гарри Поттера? Или Игры престолов? Или Игры престолов о драконах и так далее. Почему люди с интересом смотрят фильмы ужасов, потому что они знают, что фильмы про оборотня. Я не знаю, что нет никаких оборотней. И зомби им не встретятся, скорее всего. И история о колдовстве и магии, и волшебных посохах, палочках, мечах и всем прочим, тоже во время, вне этого фильма, они понимают, о чем речь. Но когда они начинают смотреть и читать подобное, они переживают это все в полном объеме. Почему это происходит? Есть такое хорошее мнение, мне оно нравится, что на самом деле, кем бы ни были взрослыми, мы тоскуем по временам нашего детского всемогущества. Мы тоскуем по временам, когда мы верили, что мысль, слово может что-то изменить. Что Дед Мороз настоящий. Что Дед Мороз настоящий. Что мы можем взмахнуть волшебной палочкой и получить какой-то результат. Чтобы прочесть какую-нибудь считалочку, тоже, кстати, мне кажется, такой несколько выродивший вариант древних могучих заклинаний, и тоже получить какой-нибудь результат. Вот мне кажется, мы по этому всему очень скучаем. Да, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Мартинч меня зовут. Я хотел рассказать про двух своих друзей и как они справлялись. Может, это магическое мишень, может, это же нечто большее, как я бы назвал, бредовое состояние. В общем, ситуация была такая, что один из моих друзей в один прекрасный день придумал, что он является Богом. Что он Бог. Ну, он так родился. И у второго моего друга была сестра, которая была, ну, даже в психиатрической больнице, и она говорила, что она управляет вселенностью. И что сделал ее брат. Он ей ответил, знаешь, я управляю не только этой вселенностью и этой реальностью, но и параллельным миром. И она такой, ну, сильно задумалась об этом. Значит, вопрос такой. Ну, в вашей практике, как был человек вот с такими, ну, или с магическими мышлениями, или с бредовыми идеями, можно ли их как-то убеждать, что они, ну, неправы, или поменять их руслое мышление? Удается вам или частично? Да, спасибо вам. Хорошо, что вы напомнили, магическое мышление является также частью психических заболеваний, шизофрении в том числе. Когда у людей есть бред всемогущегося в том числе, есть бред некого магического воздействия своего на окружающий мир или окружающего мира на тебя, заговор колдунов, инопланетян и еще кого-нибудь ценевого правительства. Да. В данном случае, к сожалению, одно из определений бреда старое – это бред от неправильного убеждения, которые не поддаются логической коррекции, они не поддаются переубеждению. Человек, находящийся в психозе, к сожалению, искренне верит в то, что содержит бредовая система, и убедить его нельзя. Поэтому здесь работают только медикаменты и толковые психиатры. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Андрей. Здравствуйте. По поводу материальности мысли. Но на самом деле, ведь много же расстройств физических имеют психосоматическую основу, где мысль приводит к реальным физическим болезням. И, опять же, эффект плацебо, наверное, тоже всем известный, когда пустышка, если и не приводит к излечению, то, по крайней мере, очень снимает симптомы каких-то реальных физических болезней. И не пример ли это того, что мысль реально может быть материальной? И второй вопрос. Чем отличается магическое мышление от мышления рационального, когда применяется психотерапия и гадания, например? Они ведь, на самом деле, во многом, может быть, очень похожи. У человека есть какая-то проблема, он идёт к гадалке, она говорит, вот выполняй какие-то ритуалы, тебе это поможет. Человек имеет проблему, идёт, не знаю, к психологу, который занимается, не знаю, нейролингвистическим программированием. Он даёт ему тоже определённые ритуалы, которые помогают ему перепрограммировать своё отношение к чему-либо, и ему это тоже реально помогает. Да, спасибо вам. Первый вопрос. Насчёт материальности мысли. Когда, допустим, во время, всем знаменивая система аутотренинга, когда человек начинает внушать себе, что он испытывает чувство тяжести и тепла в руке, допустим, при наличии тренировки, можно добиться того, что, скажем, правая рука становится теплее заметно, чем левая. У этого нет ничего магического. Это нейронные связи, это работающая система в организме, которая приводит к расширению сосудов, притоку крови и, естественно, согреванию руки. То есть, это определённая команда, которую мозг... Конечно. Психосоматика – это тоже не магия. Психосоматика – это вполне физиологический механизм, известный, изученный. То же самое и плацебо. Плацебо тоже, кстати, есть лекарства и расстройства, которые поддаются, у которых эффект плацебо более выражен, у меня выражен. Допустим, у антибиотиков эффект плацебо не очень работает. Да, воспаление не погасит. Да, у успокаивающих снотворных эффект плацебо намного больше. У гомеопатических средств тоже эффект плацебо достаточно выражен. Несмотря что лечить, правда. Что касается разницы между гаданием и психотерапией, ну, наверное, вы не были у психотерапевта, уважаемый слушатель, потому что психотерапия – это не НЛП. НЛП, кстати, я, честно говоря, ко мне приходили люди, я ни разу не видел никого, кому НЛП помогло бы решить какую-то серьёзную проблему. Гадалка – это то, что ты принимаешь на веру. Тебе сказали, и ты принял это на веру. Психотерапия – всё-таки в большей части аналитическая работа. Это различные нестандартные подходы к своей проблеме. Но это никогда не магический ритуал, никогда не вера. Это в первую очередь работа и отношения. Нас прервали на теме того, чтобы все мы к ним вернуться в детство. Вот на этом основана фантастическая литература, фильмы ужасов, фильмы про волшебство и чудеса. И в заключение я хочу сказать, что у меня, честно говоря, нет стопроцентной уверенности, что магическое мышление не работает. Я не могу сказать, что магия отсутствует, не могу это опровергнуть. Мне очень хотелось верить, что она есть, честно говоря. И да хотелось бы, чтобы моя мысль меняла к лучшему жизнь мою, жизнь моих пациентов и близких. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу «Диагноз недели» с Ариэлем Резник-Мартовым. Мы прощаемся на неделю, потом встретимся и продолжим наш разговор в рамках программы «Диагноз». Нет, на следующей неделе меня не будет. Да, на следующей неделе мы встретимся. А я с вами не прощаюсь, впереди вечерний интерактив. Всего доброго.